Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами напишем импровизацию на тему моря. Вот что у нас получится. Надеюсь вам будет полезно. Итак, первый слой. Для первого слоя я возьму разбил ультрамарина. Это так называемая имприматура. Она служит для двух задач. Первая это сделать соус не белым. А вторая это то, что ультрамарин мы в дальнейшем частично исключим из смеси в палитру. То есть когда я буду находить какие-то другие оттенки, мне не придется брать ультрамарин в смеси для палитры. Закрываем жидко, не оставляем пробива просто и достаточно тонкий слой. Для удобства я взял крупный кисть. Это обычная строительная кисть из магазина хозяйственного. Стоитель города очень рекомендуем для таких крупных задач и не сложных, не ответственных. Она очень хорошо подходит. Вы видите, что иногда течет разбавитель, то есть настолько жидко, что краска склонна к тому, чтобы течь. В палитре у меня сегодня следующие краски. Это белила титановые, Кадми желтый светлый, Кадми красный светлый, Крофлаг розовый прочный, Марс коричневый темный прозрачный, Голубая ССС, Бирюзовая и ультрамарин светлые. Вот можно взять сейчас крупным планом потеки для того, чтобы понять, сколько краски. Ее практически нет. Есть масса с разбавителем и краской. Разбавитель впоследствии выветрится и слой станет совершенно тонким. К холсту я применяю среднего зерна, хлопок, с акриловым грунтом, но ближе к мелкому зерну. То есть такая техника будет применима на мелкозернистом холсте и близко к этому. Дальше можно взять кисть меньшего размера, уже из художественного магазина и приблизительно понять цветовые пятна. Я предполагаю, что у меня состоится линия горизонта на одной трети холста. Если высоту холста поделить на три части, то грамотно будет определить горизонт на одной из этих линий. Если бы это было вертикальное положение, то соответственно вот так. Это положение линии горизонта наиболее приятное для восприятия человека. Или же можно, к примеру, посерединке. Если мы пишем картину про небо, то нам выгодно будет сделать большее количество неба. Ну, допустим, какие-то работы с облаками, с чем-то светящимся в небе, с луной или солнцем. А в этот раз, я думаю, мы напишем сюжет, больше относящийся к воде. Может быть, какая-то волна здесь появится. Соответственно, большее пространство для сюжета мы оставляем внизу. Желательно начинать писать с дальнего плана. То есть, то, что находится дальше, должно пройти первым. Первое, что мы должны сделать, это определить местоположение источника света. Поскольку у нас холст сейчас скрыт и не остался белым, мы можем работать сразу на высветление. Для того, чтобы написать свет, нам необходимо понять, где он будет находиться. Я предполагаю, что солнце будет находиться за рамками нашего кадра. Ну, допустим, слева. Я беру белила и немножечко их снабжаю каднием красным, для того, чтобы они стали теплее. Плюс к этому цвету подмешается ультрамарин, который уже есть на холсте. Как видите, я взял с левой стороны краску и потащил ее в правую сторону, пытаясь расштейховать таким образом, чтобы у меня получилась плавная растяжка. У меня здесь предполагаются облака, но какие-то участки открытые, не закрытые облачностью в небо, мы должны тоже поставить. Для неба я возьму бирюзовую с ультрамарином. В данном случае я уже могу не применять разбавитель, поскольку у меня холст не сухой, а увлажненный. Допустим, здесь будет открытый кусок, ну, где-то и, допустим, здесь. К низу, к линии горизонта, небо всегда, ну, в большинстве случаев, хочет стать светлее. Поэтому я добавлю больше белил и внизу поставлю несколько оттенков светлее, несколько пятен. Для того, чтобы понять пятна облаков, я возьму ультрамарин, возьму розовый каплак. Вот такой оттенок меня устраивает. Я интересую сейчас неактивное небо. Желательно, чтобы оно было более монохромным. Для того, чтобы оно не мешало своей активностью тому, что я буду писать ниже. Это, собственно говоря, подмалевок. То есть быстрый набросок для того, чтобы понять, наверное, где мой пути. Далее мне необходимо образовать глубину воды. Для этого голубая ФЦ и марс коричневый. Немножко с разбавителем. Поскольку мы пишем прибрежную воду, часто так бывает, когда вода втягивает в себя какую-то тину. Если это берег песчаный, то песок. И для этого можно все тот же цвет, полученный при помощи голубой ФЦ и коричневого, снабдить еще и краснотой. Это даст некую грязность в воде. И посмотрите, как достаточно легко краска распределяется не на сухой полости, а именно с информатурой. То есть небольшое количество можно растянуть в достаточно большую площадь. Здесь, вероятно, не только глубина, но еще и тень, которая будет отброшена волной. Поэтому ниже мы пойдем уже на высветление. Для того, чтобы показать, что здесь место теневое, а тут уже падает свет. К этой всей грязи я еще и желтый добавлю. Я стараюсь не создавать резких переходов краски. Желательно, чтобы появлялись мягкие переливы одного цвета в другой методом штриха. Сама волна, ее наиболее прозрачное место. Давайте попробуем бирюзовый с бедилами. Бирюзовый с бедилами. Здесь будет одна часть, так скажем, внутренняя. А здесь плоскость уже с заворотом. Голубая с коричневым, но коричневый в меньшей степени. Для того, чтобы показать контраст воды на переднем плане, мы должны утемнить дальний план. Даже можно добавить ультрамарин. Далее откладываем эту кисть, берем такую же, только чистую. И переходим к детализации. Далее нам предстоит краску укладывать уже гуще, с количеством. Особенно если речь идет о светлых пятнах. Сейчас я пытаюсь образовать несколько основных участков освещения на облаках, которым впоследствии привяжутся более мелкие уточняющие детали. Далее. 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 Далее все для облаках. Далее. Далее. Далее нужно избелиться с облакая форму. Далее обязательно вделило необходимо добавлять что-либо теплое. Допустим, кармий какой-нибудь красный или желтый, это сразу делает этот цвет белым цветом, он становится теплым. Сами это себе белило не считается цветом, то есть они в понятии художников являются степенью, степенью светлоты. Нежелательно добавлять тени, но в этом случае мне это придется сделать. И немножко утянуть облака для того, чтобы показать, что есть у них масса. Как видите, я непосредственно холст использую для смешивания красок отчасти. То есть я каждый последующий слой вписываю в предыдущий. Это мне позволяет тонко контролировать тональность цвета. То есть, допустим, надо нам здесь что-либо высветлить. Мы берем немножко светлого и вписываем. Не укладываем мазком, перекрывая, а именно вмешиваем краски непосредственно на холсте. Очень актуально для этого применить штрихование. Вот если сейчас крупный план покажет, то в момент штриха кисть может стоять как плашня, полностью прибегая к холсту, так и ребром. Таким образом мы имеем в руке сразу две кисточки. Большую и маленькую. Наимолее светлые участки будут приближены к источнику света. А в нашем случае это слева. Соответственно, чем дальше от источника света, тем светлые пятна становятся глуше, темнее. Для этого можно подбирать оттенок, а можно сильнее нажать на кисть для того, чтобы вписать цвет. Для того, чтобы ровно сделать линию горизонта, есть несколько путей. Первый, наверное, подойдет для всех. Это когда мы берем малярный скотч, клеим его, допустим, на плоскость воды и нилом сверху создаем ровную линию. Затем снимаем скотч и восстанавливаем воду. Второй способ, он более сложный, требует сноровки. Это когда рука художника имеет положение вытянутое. То есть я пишу не кистью руки, а всем телом, движением тела. То есть рука у меня не подвижна, а двигается корпус. В данном случае нет необходимости ее создавать слишком резкой, контрастной. Поэтому я вот так стараюсь перехватывать часть неба с помощью кисточки. И создается размутнение линии. Как видите, с одного движения это невозможно. То есть желательно провести раз 10-15. И каждый раз между такими делами я стараюсь вытереть кисть. Можно даже ее помыть в разбавителе. Вот если сейчас камера покажет, то у нее есть две баночки. Здесь разбавитель чистый, а здесь разбавитель вместе с лаком. Примерно одна часть лака и три части разбавителя. В этой посудине я мою кисть, а здесь я беру жидкость для работы. Хоть она и мутненькая, но она достаточно чиста. А тут я могу делать все, что хочу. Мыть кисточки и все остальное. Еще можно с помощью кисти или какого-либо другого измерительного прибора вот так проверить ровность линии горизонта. То есть вот я пальцем сейчас устанавливаю мерила. Кисточкой я беру за основу край холста, уголочек. Фиксирую это положение и переношу его дальше. Или можно взять линейку, померить сантиметрами. Далее, что касается плоскости, на которой будет вода. Все, что здесь есть сейчас, необходимо создать совершенно без резких переходов. То есть вот таких мазков желательно избежать. Для этого я беру прежнюю большую кисть, макаю немножечко в раздавитель. И с самого светлого участка беру сухо краску. То есть там раздавитель есть, но совершенно мало. Уголочки я макну. Вот такой характерный восьмеркообразный поступок дает мягкий перелив цвета. Вот если сейчас показать замедленные съемочки, мы увидим, что кисть, она перехватывает мазки друг с другом. Первый мазок цепляется за последующей. Характерная восьмерочка. Если вдруг мы видели, что дальше цвет нам тянуть не стоит, мы можем кисть вытереть треточку. Когда я растягиваю в данной плоскости краску, я стараюсь соблюдать некую параболу. Есть тут изгиб, который позволит показать местоположение света. То есть, допустим, у нас Солнце над волной, то края будут изогнуты в направлении Солнца. В данном случае у нас свет находится слева. Значит, нижний край должен быть ниже левого. Солнце над волной, то края будут изогнуты в направлении Солнца. К этой же кистью можно добавить еще оттенков. К примеру, на первом плане мне хочется светлее и теплее. Это значит белый лейк и красный. Солнце над волной, то края будут изогнуты в направлении Солнца. Солнце над волной, то края будут изогнуты в направлении Солнца. Солнце над волной, то края будут изогнуты в направлении Солнца. Можно еще. С одной стороны, усветляя здесь, мы говорим, что тут вода освещена и тепла. А с другой стороны, мы даем понятие о том, что вот тут находится глубина. Возвращаемся к меньшей кисти и проделываем все тоже, только уже с внимательностью. Достаточно гладко получилось с помощью большой кисточки. Но бывают неудачные кисти, или мы спешим, и получаются какие-то огрехи в покрытии. Для того, чтобы их не было, можно применить штрихование. То есть смысл тот же, только более деликатный подход. Как видите, штрих за собой представляет арктически идеальную поверхность. Далее нам необходимо определить цвет пены в тени. Он будет таким, как его задаст небо. То есть в данном случае у нас есть ультрамарин в небе, больше всего его присутствует. Есть бирюзовый, есть розовый. Ну я предлагаю взять ультрамарин, розовый, немножко бирюзового. Напомню, этот цвет пены в тени. То есть на свету она для нас показывается как нечто белое, бело-теплое. А в тени она подвержена влиянию неба. Тенazем солoi-теплое. Например, хлеб-теплое. Красное цвет пены в тени. Красное цвет пены в тени. Красное цвет пены в тени. shirt по-тени. Удивление цвета. П asi и кнутый цвет. Прикос. И наиболее. Мы подготовлены цвет пены. Обязательно на фоне прозрачности воды пена должна выглядеть темнее. Вот смотрите, на фоне глубины она светлая, на фоне прозрачности, рядом, соприкасаясь с ней, она темная. При этом, что цвет и там, и там практически одинаков. Выглядит он по-разному. Если у вас так не выходит, нужно применить меры. Либо что-то сделать с пеной, либо что-то с прозрачностью. Допустим, можно сделать светлее саму воду, для того, чтобы показать темную пену. Либо сделать пену темнее. Если у вас после действия с большой кистью, после этого этапа, создается слишком большое количество краски, вы можете прибегнуть к помощи тряпки, свернув ее калачиком, вытереть те места, где краски слишком много, и уже по вытеретому пространству завести туда цвет пены. Я стараюсь сразу формировать некие брызги. То есть по краям желательно ее немножечко разбрызгать. Берем меньшую кисть. И уточняем еще немножечко клену. Иногда можно вот так помогать себе пальцем. Я стараюсь ее не в полную меру, то есть это не вся пена, которая будет присутствовать, а основные участки, закрытые наверняка. То есть всегда можно будет увеличить, уточнив, а вот уменьшить ее уже будет сложно. Вот так вот. Для того, чтобы показать заворот волны, мы можем самую макушечку взять тряпочкой, вытереть. Вот так. Поскольку там голубая ФЦ, она очень мазючая краска. Не все художники ее любят, поскольку она достаточно едкая. То есть даже небольшое количество этого дегтя может испортить бочку меда. Поэтому я ее предварительно присобрал краску тряпочкой. И теперь все тот же бирюзовый, который у нас имеется в качестве прозрачности у воды. Я возьму и от самого края, с вот таким характерным заворотом, покажу несколько ребер, которые образуются на гребне. Стараюсь не просто вниз вести, а именно таким сначала протяжечкой, а потом заворотом. Протянул и вниз сбросил. Если сделать по-другому, просто вот так, будет эффект стены. А нам нужен именно этот фактурный закругленный участок. Не до конца, то есть часть остается теневая. Еще часто у волны появляются такие характерные блики в этом месте. То есть можно взять белило и набросать уже не на край, а немножечко с отступом. Сначала просто краску, потом вернуть широкую кисть и проделать все уже без краски. То есть как бы сбить. Ну, здесь я предполагаю взбитие пены, поэтому я сильно стараться там не буду. Так же, как и в этом участке. Далее нам необходимо определить места, куда попадет свет на пену. Для этого я возьму тряпочку, небольшой кусочек, и вытру эти участки. Для того, чтобы тряпка совсем краску изъяла, можно ее намочить в разбавителе. Как видите, до белого холста дотирает. Поскольку холст белый, в принципе, я уже сразу могу судить о том, правильно я делаю или нет, нравится мне или нет здесь местоположение света. Если я, допустим, буду недоволен и вытру не там, где надо, я возьму и верну туда цвет пены в тени. Перекладываю периодически тряпку на чистое место. Предположительно, ветер у нас будет с левой стороны, поэтому пена будет сбита вся вправо. Слишком тщательно к этому этапу не стоит относиться. Это все-таки некая закладка на будущее. Оп, да, побухнулась. Как видите, давлю достаточно сильно. Даешь? Давлю на холст. Этот же маневр можно проделать и с так называемыми червями. У тех, у кого не получается вот эта прожилка пенная, она выглядит в качестве червей. Многие на это жалуются, поэтому я придумал такой способ. Предварительно, прежде чем брать кисть и устраивать сетку пены, которая лежит на поверхности воды, не та, которая взбита, а та, которая залегает, можно взять тряпочку и, не боясь что-либо испортить, вот так тоненько, намотав ее на пальчик, сначала повытираться. Они будут еле заметными, но этого будет достаточно для того, чтобы вы обстоятельно поняли, где и какие пены вам предстоит сделать. Заметно на камере? Маленькие я не вытираю, а крупные, которые задают заворот, на которые все нанизывается, я вот так слегка соберу. Если здесь у нас эти пены помогают зрителю понять о том, что вода закругляется, вот так и заворачивается, то тут эти пены должны, наоборот, зрителю показать, что вода в неподвижном положении, в горизонтальном. Ну, может быть, она и движется, но плоскость выглядит горизонтальней. Вот, может быть, еще удара света в этом участке не хватает. Далее, прежде чем приступить к завершению пены, мы должны понять следующее, что у нас есть плановость. Плавна стоит на первом плане. Все, что дальше, если таковое, имеется уже план. Второй план, третий план и четвертый. Поскольку удобно будет сделать так, что сначала пришло небо, потом пришла даль, потом пришла волна, мы должны этот момент соблюдать. Если мы, например, сейчас нанесем пену взбученную, такую, разбрызганную, то нам будет очень сложно потом подлезть рядом с ней для того, чтобы показать дальний план. Какие-то там волны, к примеру, или корабли, все что угодно. Поэтому мы сейчас должны вернуться в серединку, в то место за волны. И только потом можем приблизиться уже к первому плану. Мы выбрали формулу пены в тени при помощи ультрамарина с розовым. Поэтому этим же оттенком я сейчас намечу фактически какие-то волны вдали. И после этого мы сможем уже работать с волной. И где-то у горизонта они совсем малюсенькие, коротенькие вот такие движения. Проще говоря, я сейчас стараюсь определить освещение. То есть часть остается в тени. А то, что я вставлю мазком маленькой кистью, это освещение. Таким образом получается объем. Достигается объем. Ближе к нам волны становятся крупнее из-за линейной перспективы. Поэтому и мазок мой будет тоже шире и длиннее. У меня нет задачи прорисовать здесь очень красиво какие-то волны. Но создать идею того, что здесь тоже есть вода, тоже есть волнение, мне необходимо. И вот выписываем ровно в эту меру. Спасибо. 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 Впечатление создано и хорошо. Дальше пойдем уже на пену. Возьмем еще одну кисть среднего размера. Даже, может быть, ближе к мелкому размеру. Кстати говоря, я часто использую кисти с закруглением. То есть это не плоские кисти, хотя и таковые у меня тоже имеются, а кисти с закругленным краем. Они более универсальные, что ли. Для освещения пены мы возьмем белило с кадмием. Кстати говоря, краски я применяю только фирмой Мастер-класс. Все остальные краски не подходят для живописи, в принципе. Ну, по крайней мере, наши отечественные. А зарубежные, они нестабильные. Не, не хочет? А зарубежные нестабильные и не везде продаются. Краска достаточно сухая. Кисть при смеси вязнет. Вспоминаем о том, в какую сторону дует ветер. И стараемся вот так показать сначала разорванные края пенки. А затем уже непосредственно в тело заходим. Также с рваниной. Кисточку ее все время. Пытаюсь вытереть, для того, чтобы сохранился чистый цвет. А из-за смеси. Ут fund рубежные и для него мы все тоже рваны. И его начинают мы все completely пенки не�им. И в Я сейчас импровизирую, то есть выдумываю пену на ходу, поскольку я написал уже не одну подобную картину. Вы же можете взять фотографию или работу другого художника, который будет не против того, чтобы с него перерисовали. И внимательно изучив, уже приступить к работе. Я сейчас показал несколько основных участков, наиболее заполненных светом, а теперь приступаю к детализации. Часто для этого художники отходят подальше от картины. Я же, к примеру, щурюсь. Таким образом детальки становятся менее заметными. И вы как бы смотрите на картину новым взглядом. Этой же кистью мы можем показать освещение пены, которая залегает на воде. То есть в каких-то участках она уже станет теневой, попадет в тень, а в каких-то она будет светлой. Обычно это вот такие произволы, похожие на дирижирование сперва, а потом уже уточнение. Чем ближе к нам, тем предметы становятся крупнее. Мы об этом помним. И покажем здесь, в приближенном макроформате, несколько таких широких мазков. Для того, чтобы определить, что пена здесь ближе и шире. Можно некоторое волнение показать вот такими зелезагами. Вот. И тоже, только с другим цветом пены в тени. Сначала по тем участкам, которые мы вытирали втриактой. И вот так. А потом уточняя уже в местах, которые мы не вытирали. Конечно, этот маневр необходимо репетировать. То есть, нельзя сказать, что вот с первого раза у вас все выйдет. Вот со второго-третьего уже начнет появляться прояснение. Что хочется сказать для новичков, не старайтесь укладывать пены сразу много. Вот, посмотрите, как сейчас. Немного и уже что-то есть. Этого достаточно, в принципе. Уточнив вот эти движения, вы уже сказали о том, что волна имеет пену. Детализация, она всегда у новоначальных часто приходит во вред. Поэтому старайтесь деталями не усугублять свою картину. Чем, собственно, я сейчас, наверное, займусь. Как себя ведет пена? Прежде всего, это, как вы смогли догадаться, несколько толстых, основополагающих линий. То есть, как каркасных, можно сказать. Которым уже, в свою очередь, подключаются все остальные. Вот, допустим, отсюда можно какую-то маленькую повести, тоненькую. Она подсоединилась к основной. При этом, они образовывают характерные овалы внутри. Вот, к примеру, здесь есть овальчик. Он нарочит, но есть. Здесь тоже есть овальчик. И вот эти овалы, по мере того, как плоскость изменяет к нам угол своей точки зрения, становятся более вытянутыми. То есть, здесь мы видим поднятую, соответственно, овалчик будет к нам стремиться показаться кругом. По мере того, как плоскость к нам показывается горизонтом, овалчик становится более вытянутым. Вот, к примеру, длинный вытянутый овал. В то же время, нельзя сказать, что его надо рисовать таким. Он должен быть завуалирован. Помимо этого, по мере того, как вода вытягивает пену, можно так сказать, поскольку внизу она лежит неподвижно, а когда волна закругляется, она пену как бы растягивает. Этим она ее делает тоньше. То есть, внизу будут толстые достаточно такие прожилки, а чем выше к макушке волны, тем они будут становиться тоньше. Практически такими ниточками останутся. можно еще прибегнуть к большой кисти, для того, чтобы совершить некий технический ход. вот так, слегка, практически по воздуху позабивать пену. Она несколько пишется в предыдущие слои, станет объединиться. То есть, если где-то больше ультрамарин активнее, чем в другом месте, то это действие как раз призван для того, чтобы выровнять плоскость цвет. Усугублять им не надо, не стоит. То есть, это слегка-слегка вот так, еле-еле касается. Движение, как видите, по форме закругления. Здесь форма горизонтальная, соответственно, движение такое. и снова вернемся, или куда-нибудь убежим от этого этапа. То есть, подолгу застревать в одном действии нам нежелательно. И вернемся к пене на свету. Тот факт, что в моем разбавителе есть содержание лака, позволяет краске достаточно быстро подсыхать. То есть, она становится липковатой. как видите, кисть у меня уже меньшего размера, ею можно заняться уточнением. ни. дадим больше света центру картины, центру композиции. и убежим отсюда в облака. сейчас я случайно взял чистые белила и мы можем наблюдать, как сразу пропадает теплота. То есть, они дают холод. Чистые белила холодят. вот я заменю на теплость. Сразу сразу чувствуется солнечность. и будет Возьмем зеркал. Очень Снова собачивался. Снова сломать. Возьмем зеркал. Типа. 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 Снова лака. Типа. 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 Ну и дальше мы занимаемся уточнением по мере возможностей. Сейчас я очень хитро подошел к велу, помня о том, что ветер имеет определенное направление, я кейс взял вот в таком положении. То есть штрих ею как раз задает ощущение ветра вправо. Продолжение следует... ... 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